Привет, мои друзья и гости канала и те, кто интересуется у нас недвижимостью в Сочи. И многие из вас хотят купить домик, домик в пределах 6 миллионов, чтобы был больше 100 квадратов, ну не больше 150 и такой вариант есть. Мы рассмотрим сегодня дом 140 квадратных метров, который у нас располагается в коттедже поселке. Сразу говорю, это 2 километра от моря, до остановки здесь 300 метров и конечно же район называется Соболевка. Здесь конечно не будет у нас вида на море, но покажу вам именно дом, который стоит на трех сотках земли. Сделка сразу у нас проходит в Росреестре, дом со всеми центральными коммуникациями. Ну и давайте начнем с территории. Итак, давайте посмотрим территорию. Смотрите, заезд у нас проходит вот именно по такой бетонной дороге, еще до конца не сделали. У этого у нас дома получается вместе с домом три сотки земли. Здесь у нас ровная территория, у нас здесь ровная поверхность и конечно здесь вы можете либо организовать гараж, либо еще что-нибудь и получится у нас в принципе довольно-таки неплохо. Получится у нас здесь либо хороший такой небольшой сад-огородик, либо получится такая парковка, что соответственно с парковкой можно и вот здесь придумать, можно здесь у нас сделать. Типовой дом выглядит у нас вот так. Смотрите, это у нас два этажа. На первом этаже у нас 60 квадратных метров, на втором этаже у нас 80 квадратных метров. Давайте посмотрим, что у нас рядышком. Рядышком у нас такие же дома. Здесь видите уже люди купили, начинают переделать балконы. Стоковый балкон у нас идет вот такой. Здесь у нас конечно немножко уже видоизменили. И по большому счету здесь у нас, смотрите, давайте покажу, где какая земля, сколько стоит. Здесь у нас расстояние между домами чуть больше трех метров и соответственно эта территория делится 50-50 вот с этим домом. Но у этого дома хуже земля. Здесь он проигрывает. Здесь смотрите, уже сделали канализационные люки. Здесь у нас будет соседний многоквартирный дом, который называется Green Palace 2. Там у нас будет бассейн. Здесь вот он сам домик вот такой вот красивый. Теперь давайте посмотрим такой дом изнутри. Я сюда попасть не могу по одной простой причине, потому что здесь сегодня все отдыхают. Сегодня воскресенье. Покажу аналогичный дом по планировке, чтобы вы могли сориентироваться. Давайте сразу определимся. У нас два окна будет соседний дом, да, вид. Еще два окна. Еще соседний. Сейчас мы с вами обойдем и посмотрим. Вошли с другой стороны. Вот мы видим, да, участок земли ровный. Это единственный из всех домов, где ровный участок. Здесь у нас, соответственно, есть соседний домик. Как вы видите, окна у нас не выходят прямо в соседний дом, потому что этот дом немножко у нас углублен, да, и поэтому в целом вид, ну, не совсем страшный. Если вдруг хочется вид еще получше, вы можете взять и вырезать здесь огна, потому что вы покупаете дом, он у вас в частной собственности. Что хотите, то и делайте. Ребят, дом у нас сдается в Черновой. Давайте мы с вами зайдем, посмотрим один из вариантов ремонтов. Здесь у нас входная группа. Везде найдет одинаковое. А тут у нас жильцы новые. Они взяли и именно под личной площадкой организовали себе санузел. Здесь, соответственно, 60 квадратных метров. Они сделали большую кухню-гостиную. И вот здесь они сделали нишу для того, чтобы отдельно получилось у нас гостиная-зал. Многие берут и здесь делают изолированную комнату. Но, если честно, я бы тоже у нас взял бы и, наверное, распланировал так. Я люблю большую у нас площадку, поэтому здесь у нас получается кухня. Здесь у нас, например, обеденная зона. Да, ребят? И вот тут у нас получается по большому счету уже, конечно, действительно гостиная. Еще раз повторюсь, но многие делают там отдельно спальню, а кухня-гостиная и так получается довольно-таки большая. Давайте с вами поднимемся на второй этаж, посмотрим, что сделали там. Давайте сразу вам покажу. Лестница здесь у нас где-то бетонная, стоковая лестница. И здесь у нас распланирована. Так, одна идет спальня. Уже здесь отштукатурили. Соответственно, здесь у нас идет просто балки, поэтому потолок просто подшит. Здесь мы с вами видим выход на балкон. Балкон, он у нас довольно-таки большой. Но, например, если мы берем с вами соседние дома, то соседние дома у нас взяли и балкон просто убили. И тем самым вот эта у нас комната получилась гораздо больше. Сейчас я вам тоже это все покажу. Ребят, конечно, куда же у нас без зомбоящика, поэтому здесь у нас предусмотрен, что будет телевизор. Здесь у нас кровать, либо диван. И давайте посмотрим с вами, что здесь еще сделали. Здесь у нас еще одна комната. Видите, да? За счет того, что у нас комната углублена, что нет балкона, комната получилась довольно-таки неплохая. Хорошая такая, детская. Тоже здесь у нас и для телевизора предусмотрено. Все здесь сделали и потолок реально высокий. Давайте посмотрим, какая высота потолка. У меня рост 185. И вы понимаете, что здесь очень высоко. Три метра строго есть. У нас, получается, окно есть, да, где лестничная площадка. И за счет этого мы посмотрели с вами одну комнату. Посмотрели с вами вторую жилую комнату. Здесь у нас санузел. В санузле у нас даже есть форточка. Здесь будет у нас прям такой санузел хозяйский. Здесь у нас еще одна комната. И вот тут вот у нас фишка. Вот, например, я на месте бы вот этих вот лимонников взял бы и этот балкон, скорее всего, наверное, оставил бы, потому что здесь есть куда посмотреть. Но многие у нас берут и балкона лишаются. Поэтому здесь, не знаю, наверное, хорошая такая детская, тоже для телевизора предусмотрена. В общем, в каждом, в каждой комнате должен быть зомбо-ящик. И давайте посмотрим еще одну, соседнюю. А вот соседний, да, смотрите, да, получается, у нас взяли и один балкон все-таки убрали. Потому что изначально в стоке здесь у нас три балкона. Здесь у нас комната попросторнее. И в целом, вот если вы меня спросите, как бы я себе сделал? Я бы себе сделал немножко по-другому. Я бы себе сделал одну большую, прям огромную кухню гостиной, ой, извиняюсь, спальню. Огромную бы сделал спальню, например, вот эту вот. А вот две комнаты, да, детские, я бы оставил именно вот такие. Получается, ну, лично мне вот, например, я думаю, что у меня будет не больше двух детей, мне бы хватило за глаза. И себе бы я оставил бы большую спальню. И у себя же я сделал бы еще отдельный санузел. Санузел, который называется родительский. Поэтому, ребят, когда вы будете покупать у нас, ну, извиняюсь, дом с готовым ремонтом, вряд ли получится вам угодить. Потому что мы все разные, да, кто-то у нас на 80 квадратных метрах делает, получается, четыре спальни, кто-то бы сделал две спальни, а кто-то бы сделал три спальни. Но я думаю, что идеально именно вот для этого дома, это сделать одну большую спальню, сделать два санузла и две, к примеру, да, давайте возьмем, вот, к примеру, вот это мы отдадим детям, да. Одна детская, вторая детская у каждого по-своему, да, здесь бы я балкон убрал, нет смысла смотреть у нас на на гору. А вот здесь вот, вот здесь я бы оставил у нас как раз вот общую спальню, огромную спальню. В строительских спальнях был бы, в принципе, из окон хороший вид, да, мы видим с вами церковь, гору альпийскую и так далее. Жилой комплекс Соболевка 2 видим. Ну и в целом, наверное, сделали бы именно так. А как бы вы сделали, пишите в комментариях под этим видео. Про что я вам и говорил. Вот стоковый дом, он идет у нас с задней стороны вот такой балкон большой, с передней такой большой, да. Здесь у нас, получается, сзади оставили один балкон, который мы там смотрели, и сзади оставили еще один балкон. Но я думаю, что эту заднюю часть можно было просто взять и продлить. Тот дом, который я сейчас вам рекомендую купить, у него остался только один балкон, а та задняя часть уже продлена. И сейчас я вам покажу. Смотрите, что у этого дома, что у этого дома, который я вам сейчас продаю, да, он стоит 6 миллионов 200. Здесь, видите, балкон на задней части его убрали и правильно сделали. И здесь получается полезной площади на втором этаже гораздо больше. Остался всего лишь один балкон с лесовой стороны, поэтому вот я сейчас вам покажу домик, да, здесь реально внутри места гораздо больше. Сто процентов здесь места больше. Смотрите, вот у нас этот же дом получается, да, с другой стороны. В итоге, сами понимаете, да, балкон здесь, в принципе, реально не нужен. И здесь, в отличие от того дома, который мы сейчас снимали с чистовым ремонтом, здесь места наверху реально больше. Цена этого дома, вот на этом участке, стоит 6 миллионов 200 тысяч. Электричество здесь у нас уже заведено, газ сейчас заводит, да, видите, начинает делать газификацию. Канализацию уже здесь, в принципе, сделали. Осталось только врезка. Врезка будет за счет застройщика. Теперь давайте мы с вами посмотрим, что же здесь мы еще можем сделать. Вот здесь бы я сделал бы еще у нас верандочку, да. По сути получилось вот так. Сделали нас веранду и тем самым получается полезная площадь еще больше. Понимаете, ребят, полезная площадь еще больше. А можно здесь еще сделать небольшой навес и, в принципе, эту стену полностью убрать. Потому что вот эта стена, где у нас находится дверная группа, она у нас идет ненесущая. Ненесущая. В любом случае, ребят, это ваш дом и здесь вы можете под себя делать ремонт тот, который вам нужен и, соответственно, здесь никто вам запрещать не будет. При оформлении у вас земля идет в собственности, но вы в этом случае у вас идет по ноль целых, да. Короче, получастка идет с соседом. Потому что по закону Российской Федерации не может дом у нас находиться на трех сотках при строительстве. Но когда уже построили, уже узаконить можно. Такие у нас законы. Поэтому, если вдруг вас заинтересовал готовый дом, где можно заходить делать ремонт, ремонтную бригаду я вам организую, то можете обращаться ко мне. Я с большим удовольствием помогу продать последний дом, готовый за 6 миллионов 200. До 15 марта 10 акций. Если же есть желание взять домик не среди каменных джунглей, а там, чтобы у нас был лесочек, пальмы росли и так далее. Это у нас коттеджный поселок Новомоцесто. Аналогичный дом, который будет у нас полностью построен через три месяца, можно купить за 5 миллионов 700 тысяч. Все, ребят, выбор есть, выбор за вами. Если вдруг понравилось данное видео, не стесняйтесь, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям. Если какие-то есть вопросы, пишите. С большим удовольствием отвечу. А теперь всем пока. С вами был Максим Коломейцев. Пока. Аналогичный дом. Смотрите, это обычный стоковый дом. Просто немножко по краям добавили у нас камешков, сделали у нас, поиграли с рельефом, сделали гараж, сделали над гаражом веранду и над верандой сделали еще одну веранду. Также можно дом у нас по-разному взять и обыграть. Можно, например, подкрасить зеленый цвет, можно сделать всевозможные такие. Вот здесь, например, у нас сделали две входные группы. В этом доме живет у нас две семьи. Соответственно, здесь у нас два, получается, санузла, две кухни. Например, первый этаж мы оставили для родителей, а второй этаж оставили для сына. Что касается у нас вот этих домов, да. Этот дом у нас взяли и сделали дагестанским камнем. Да-да, можете взять, прочитать у нас сообщение. Секундочку, я сейчас вам проеду, покажу. Прям секундочку. У нас тоже стоковые дома. Изначально они были одинаковые. Вот здесь, видите, про что я могу говорил, да. Вот, видите, два одинаковых домика. Только здесь у нас, получается, высота была второго этажа в этих домах на 40 сантиметров ниже, чем те, которые я показывал. Здесь взяли, да, балконную группу убрали и продлили. Сделали комнаты гораздо больше. Здесь не стали делать. Здесь у нас оставили так, как есть, но взяли и сделали отделку дагестанским камнем. И в итоге дом уже выглядит по-другому. Сразу говорю, есть некоторые дома здесь у нас на продаже. И у нас получается, смотрите, ребят, если, например, мы рассмотрим с вами, например, от застройщика сделать дом дагестанским камнем, то это плюс еще полтора миллиона рублей. Так, ребят, сочинский рельеф нам позволяет взять, например, в тех же самых домах, да, например, взять вот такую вот, сделать себе террасу небольшую для машины, да, я не знаю, как это называется даже, не могу понять, но это называется сочинская фантазия. И здесь вот они, два дома также стояли. Взяли, немножечко подкопали, и в итоге теперь у нас будет парковка для двух автомобилей, а сверху у нас образуется хорошая полноценная терраса. Здесь, соответственно, у нас сделали оконные, ой, входную группу у нас перенесли, два дома взяли, объединились, видать, они дружные, но один у нас решил вот так вот сделать, а вот здесь решили так. В итоге оставил, вот этот у нас домик оставил один балкон, и судя по тому, что убрали у нас ограждение, либо хотят сделать такие же балясины, либо что-то сделать по-другому. Ну и давайте поднимемся наверх. На самом деле можно при желании обыграть как угодно. Сами видите, у нас у этих домов нету, нет у нас непосредственно огорода, да, но зато есть парковочные места для автомобилей, и образовалась сверху терраса. Показать, как это все выглядит. Здесь у нас осталось небольшое место для того, что можно было сажать что-либо, да, и вот здесь у нас вот такая терраса, которая будет у нас ограждена, и в принципе при желании можно сделать еще на втором ярусе точно такую же террасу. Если мы берем с вами соседний дом, то сделали вот такую-то оригинальную входную группу, немножко видоизменили, и здесь тоже будет терраса просто потрясающая, или терраса, веранда, как вы назовете, без разницы. Еще раз повторюсь, вам дается стоковый дом, который стоит 6 миллионов 200, полностью готовый, а дальше вы уже можете фантазировать, дальше можете делать все, что угодно, можете делать как угодно, все зависит от вас, потому что по большому счету вы получаете у нас собственность дом, также видите, здесь тоже заведен газ, все заведено, и дальше уже вы делаете все, что вашей душе угодно, любая ваша фантазия приветствуется. Давайте посмотрим с вами еще пару стоковых домов, один дом, смотрите, стал у нас трехэтажным, достроили еще, да, этаж, и это не возбраняется, здесь у нас сделали такую-то оригинальную входную группу, в том числе имеется и парковка для автомобиля, ну и здесь у нас тоже, видите, кто-то не стал ничего менять, просто взял и добавил у нас красоту. Здесь у нас живут, наверное, сибиряки, наверное, с такого же города, как и я, где везде у нас поставили решетки, потому что решетки в Сочи у нас не приняты. Ребята, смотрите, такой же стоковый дом, немножко взяли и поменяли у нас входную группу, немножечко взяли, добавили камни, и уже появился такой хороший, красивый домик. И вот этот дом мне нравится больше всего, здесь у нас появились французские балконы, наверное, вы видите, тоже сделали забор в едином стиле, и вот здесь, в отличие от тех домов, которых я показывал, здесь у нас внизу появилось место для машины, здесь у нас появилась скрытая веранда или терраса, и наверху еще появилась, поэтому здесь, получается, смогли обыграть каждый сантиметр, смогли обыграть каждое. Поэтому многие из вас говорят, Максим, мы хотим участок земли 10 соток, ребят, ну, здесь картошку и морковку сажать слишком дорогое удовольствие, и здесь каждый сантиметр земли стараются задействовать по самые, скажем, неболоси. Здесь тоже, да, наверное, видите, что нас видоизменили, у нас домики, да, здесь у нас этот дом тоже продается, связывался, продают у нас клиенты из Киргизии, что-то у них здесь не получилось, ну, и по-большому вот они, дома разные, здесь у нас стоит котел. В общем, ребят, что я могу вам сказать, можно найти такой же дом, который я вам показал, да, можно взять, чтобы было у нас 10 соток земли, ну, сразу говорю, земля у нас стоит, ну, более-менее нормально, где есть газ, где есть свет, где есть электричество, это у нас, где есть канализация, цена за миллион рублей за сотку. Соответственно, когда вы у нас берете, планируете покупку дома, если хотите 10 миллионов, да, дом, то, соответственно, у нас 10 миллионов стоит только земля. Плюс, да, дом должен быть. Такой дом, который я вам показал, ну, где-то стоит 3 миллиона, получается 13 миллионов черновой. Если сделать еще у нас внутреннюю отделку, то это еще нужно заложить примерно 2 миллиона, потому что это 15 тысяч рублей с квадратного метра, 140 квадратов вам обойдется в 2 миллиона рублей. В итоге 15. Поэтому ориентируйтесь, если вам нужен готовый дом, чтобы заехать и жить, это 15 миллионов рублей. И дешевле у вас, ну, никак не получится. Есть возможность взять дом черновой, например, на трех сотках земли. Цена будет готова дому, в котором можно заехать и делать уже ремонт, 6 миллионов 200. Ребята, в любом случае, если какие-то вопросы возникают, задавайте. Я с большим удовольствием на все эти вопросы вам отвечу. И вот этот коттеджный поселок у нас есть, который называется Новый Верещагин, а этот же поселок от этого же застройщика есть на Мацесте. И там, и там до моря 2 километра, но подъездные пути у нас в Мацесте гораздо лучше. Поэтому смотрите сами, в любом случае, если есть желание купить дом, то дом купить можно. Эти дома по-настоящему, ну, относительно по качеству, они хорошие. Потому что есть у нас еще дома чуть-чуть подешевле на 500 тысяч, но это совсем нищие, совсем уже, как бы, его дом трудно назвать, понимаете. Поэтому, если вдруг есть варианты, да, какие-то у вас вопросы, задавайте. С большим удовольствием отвечу. За 6 миллионов 200 можно купить у нас дом 140 квадратных метров. И это будет не стройка, а готовый дом, где нужно сделать внутреннюю отделку и жить. А теперь, ребят, всем пока, всем отличное настроение, всем море позитива. Если видео понравилось, делитесь с друзьями и ставьте лайк. А теперь пока.